МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошня подзей в области у материалах корреспондента у телерадиокампании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Добрые ранницы, глядите у гэтым выпуску. Супрацовники милиции долучилися до доброченной акции «Наши дети». Новогодний экзамен для самых маленьких организовала модельная студия арт-мода. Ки больш подрабязна об гэтым и не тольким. Сьогодні у Чачырску открыться дитячий дом семейного тыпу. На его будавництва з республиканского и областного бюджета у выдаткована больше як 300 тысяч рублёв. Чачырский дом семейного тыпу различены на 10 дятей и двух батьков-выхавателев. Дом обсталяванным меблёй, мягким инвентаром и системой вонка-вагавиды на зеранне. Прочистые открытия установы с отделом керавництва в области района призначена на 12 годин. У Гомель отбулася городская доброчинная новогодняя ёлка. Юным хамельчанам пропоновали забавляльную гульнявую программу и аскравое музычное шоу. Наученцам, яке досягнули высоких выников у интеллектуальной, творчей альбо спортивной дейности, старшиня Гомельска Гагарбы Канкама Пётр Кирыченко уручил подарунки. Под обязанностью нашим репортажем. Подчас новогоднего свято гомельские школьники представили выники своей працы над арт-выставой «Наши дети нашим птушкам». Каля ГЦК разместили велизарную колькась самых разнастайных по форме и фарбовцах хаток для птушек. Ухоле установы юным гомельчанам пропоновали паудельничать у широгу святочных конкурсов и гульняв. Наприклад, сфотографоваться у импровизованном снежном лесе, упрыгожить ёлку своими самыми заповетными жаданнями, зародиться весёлым настроем подчас веншавального флэш-мобу. Новый год будет самое доброе и долгочаканное свято, час, коли выконываются мары и отбываются отсюда. Тому рыхтуются до его старанные отказы на и дорослые, и дети. Ставим ёлку, влачаем стены игрушками, ждём Деда Мороза, чтобы у нас много-много подарков принёс. Я попросила у Деда Мороза, что я хочу настоящего вживого котёнка. А я попросила у Деда Мороза, чтобы он мне собачку настоящую принёс. Запросили у дельников свято и в свою особливую творшую майстерню. Тут разгорнулись и займальные занятки по створению рукотворных экспонатов. Умелые майстри вышли у всех жадающих робить оригинальные новогодние цацки, авиареги и сувениры. Бо, як вядома, лепший подарунок зроблены своими руками. Я думаю, что каждый может сделать своими руками что-то тёплое, радостное, порадовать себя и своих близких. Нужно немножко терпения, немножко любви вложить туда, души. И у каждого всё получится. В концертной зале городского центра культуры для детей была подрихтована яскровая музычная шоу-программа за делом головных новогодних героев Деда Мороза и Снягурки. Со святом юных амельчан со сцены повиншовал старшиня Гомельского гарвы Канкама Пётр Кириченко. По часу расисты сцена вушенцам, які досягнули высоких выников у интеллектуальной, творшей або спортивной деянности, Ён уручив подарунки. И усим маленьким и дорослым жихарам города над Сожем пожадал поспеха у новым 2017 годе. Хочу пожелать, чтобы в следующем году гомельчанам сопутствовала удача, успех, чтобы все мы были здоровы, чтобы мы тоже с вами могли гордиться нашими достижениями. Для этого, конечно, надо много и упорно трудиться. Ну и хочу, чтобы в новогоднюю ночь, и чтобы люди и праздновали с настроением. Для меня это всегда семейный праздник. Я думаю, что и большинство наших гомельчан тоже в кругу семьи будет отмечать этот вечер. Хочу пожелать всем удачи, здоровья, счастья и процветания. С праздником вас! Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гомель». Супрацовники органов внутренних справ долучились до доброчинной акции «Наши дети». До выхованцев областного дома «Детяти» пришли офицеры отдела внутренних справ администрации Чигуночного района Гомеля. Наши корреспонденты патекавилися, як пройшла сустреча. Амаль 70 детей в возрасте од некольких месяцев до 4-х годов. За час их находжения у этой установе администрация павинна знайсти для малых новые семьи. Ци вернуть их у биологичные. Пакуль же своими мати дете называют медиков, выхователю и пробиральшиц. Батьками, дворников и водителям. Тяпер на некий час с гэтыми словами яны звертаються и до супрацовников милиции. Шмат хто с гэтых хлопчиков и девчонок николи не бачу своих родных. И навад першые кроки зарабил с допомогой работников областного дома «Детяти». Которые уходят из семьи, как временное отобрание, они приходят более активными, немножечко обученными каким-то навыкам. А есть дети, которые попадают к нам и только у нас начинают учиться каким-то базовым вещам, таким, как держать ложку. После закончения сустречи с усим несентиментальные супрацовники милиции признаются. Часом было складано стремать слезы. Калі деці граюць на музычных інструментах і одношысова вачыма шукаюць для сібе мати на усе житсё, такоя саправды може уразить любога. А таму наведвання областного дома «Детяти» – гэты далёка неофіцыйная мероприємства. У нас є офіцерська сабрання і ежемесячно сатруднікі милиции здаюць дзеньги в офіцерська сабрання. С этого фонда мы выделили на благотворительную акцию наши деці. И купили необходимые гіеническі средства, сладости, игрушки. Пасля карагода у Калі Ёлкі супраціоннікі милиції наведваюць дзяті, які маюць тяжкі захворванні. Яны ніколю не трапіць у сім'ї, бо маюць патрэбу у спеціалізованым пастаянным медыцинскім наглядзі. У шастігадовага Геннадзя – параження головного мозга, але на добрые слова жаншын у пагонах ён реагуя. Головная задача акцій наші деці – оказаць патрымку тым неполнолетнім, які маюць патрэбу у особливай увазі і клопаті. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Ёген Макіенка, телерадо «Кампанія Гоміль». Прайсті тест на новогоднію тематыку прапануюць выратавальнікі. Тест можна знайсці ў обновленай версії мабільной программы «Дапамога Побач» у разділі «Провер сябе». Корыстальнікам прапануюць адказаць на 20 пытанняў. Сюрод іх – як збірахчы ёлку ад пажару, як корыстацца піротэхніка і паводзіць сябе на лёдзі і пазбігнуць обмаражэнняў. Таким сучасным способом вратавальнікі нагадувать, як заробіць Новый год безпечным. Приложение також показывает возможны чрезвычайные ситуации, штормовые предупреждения, которые сегодня на территории области могут складываться в то либо иное время суток. Соответственно, гражданин, открыв и посмотрев, може для себя сегодня отметить, что сегодня, 28 числа, будет гололёд по Гомельской области. Соответственно, автомобілист должен соблюдать дистанцію, меньше переломов, чтобы было одеть соответствующую обувь, и даны сразу рекомендации МЧС, как себя вести. Помогает это приложение, либо не помогает, это количество обращений граждан по номеру 101 в разы уменьшается. Программу можно бесплатно усталявать на любую версию Андроид. Усяго в Беларусі мобильную программу «Дапамоха Побач» спамповали больше як 10 тысяч человек. Гомельский областный территориальний фонд державной майомости у першыню провёл электронные торги. У вынику нового владельника набыл былый будынок столовой у Мазырским районе. Разом с тым, по коль таке торги у регионе, у значной ступени можно лечить экспериментом. Основная колькасть коммунальной майомости реализуются прострадыцинные аукционы. Досягненнями и планами потекавился Алексин Церову. 150 аукционов и около 300 продаденных объектов – это быдай основный выник сегодняшней работы Гомельского областного территориального фонда державной майомости. Бюджет додатково 3,5 миллиона рублей, а будинки, які протяговый час не выкористовывались, знову приносить користь. При этом основная колькасть объектов продадена со снижением кошту до одной базовой величины, хоть есть и іншые приклады. Ворядка 15% объектов мы продали в этом году именно с первых торгов, без понижения цены. И это касается не только крупных городов, как Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Калинкович, Рогачев, но и, например, такой город, как городской поселок Капоткевич и Петриковского района. Объекты, которые не очень большой площади, для организации небольшого производства, порядка 45% у нас таких объектов покупают, ну и в нормальном состоянии. Особливость 2016 года проведение электронных торгов, поколь уякости эксперименту, але у Гомель облмаёмости переконаны, минавито за такими торгами будученя. На первый раз пропоновали 15 объектов у Мозырским районе и один у Жлобинским от будинку клуба и склада бензина до былого дитячего сада. Плюсы видовочные, набывать маёмость можно не выходить через дому. Необходно только один раз пройти аккредитацию на электронные гандлёвые плясовцы и подать заявку на удел. Плюс в электронных торгах достаточно много. Это прозрачность, открытость электронных торгов, возможность участия в электронных торгах, не выходя из дома, на диване. Ещё одним плюсом является то, что пройдя аккредитацию на электронной бирже один раз, впоследствии вы участвуете и больше проходить необходимости нет. Сегодня у Гомель облмаёмости прорастуюсь над планами на 2017 год. Поколь у списти больше 150 новых объектов. Причём первый аукцион запланован уже на пятого студеня. Ознайомиться с золотыми можно на сайте областного фонда державной майомости и непосредственно на местовости. Ещё в минулом научном году в этом будинке находился Гомельский державный прессийный лицей гандлёв. Зараз он закрытый и объект ректуется до продажи пресс-аукцион. Правда, докладные кошты его поколящие не вызначены. В этом будинке, до речи, Гомельский лицей гандлёв прояснавал 70 годов. Причём, вядома, что до гэтуль тут находился санаторий военных лётчиков. До речи, историчные объекты на аукционах не такая уже редкость. Зараз, наприклад, у сего за 60 тысяч рублей пропонуется будинок в початку 19-го ста годя, площадь 145 квадратных метров. Умовы выкористания от оказания медицинских и социальных постов для открытия объекта в гандлёв, что, оприча у сего иншого, дозволит ящик и захват дом о 200-годовой давнины, який зараз не выкористовывается. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Галерардо, компания Гомель. Выники летней оздоровленшей кампании подведены на посадженник комиссии по справах неполнолетних Гомельского облаканкама. Так само, сирот разлеженных пытаннёв, организация занятостей подлетков у первшим по угодзе 2017 года. Летняя кампания 2016 года показальна по некальких параметрах. Яна характеризуется снижением колькости правопорушений у сирот неполнолетних и гибели школьников от внешних причин. Гэта у першу чергу связана с работой по организации занятостей. У весь летний период у школах, где они чали лагеры, где навученцы могли не только карыстно отпачить, а лезь зарабить. А маль кожных, кто хотел працал латковаться, отрымал такую макчымасть. Подобную допамогу оказывал и Белорусский Республиканский Союз молодые, ожидаючие працевали у складзе сельско-гаспадарчых, будавничных, сервисных и инших отрадах. Разом с тем, окроме остановочих, на поседжение значены и негативные моменты. Выявлялись и факты порушения правов школьников и правила ваховы працы, а так само несутчасовые выплаты заработной платы. Вот эти недостатки, они у нас не носят системный характер. Они зависят от каждого исполнителя. Проблемы есть, и есть над чем работать. И мы подводим итог летней кампании для того, чтобы в следующем году те проблемы, которые были выявлены в этом году, чтобы, естественно, их было меньше. Но хочу сказать, что действительно, вот эта летняя кампания, мы каждый год подводим итоги, она была лучше организована, чем предыдущая. Новогодний экзамен для самых маленьких организовала модельная студия «Артмода». Юные модели показали, чему они научились за похода. Каб быть моделью, потребна не только прыхажость, але и упартая праца, походка, постава, погляд. Гэтам у ребят вучили на уроках дефиле, хореографии и актерского майстерства. Для их гэта и экзамен, и открытый урок, на які пришли батьки, кабацанить поспехи дятей. У гэтым годзе модельной школе спауниласья 10 годов, а починалася усе со звычайного гуртка, куды батьки приводили дятей, кабты научились хадеть по подыуму и трымать выправу. Модельное агентство «Артмода» мы принимаем где-то от 5 до 25 лет. Обычаем, основными нашими дисциплинами являются искусство дефиле, фотомастерство, актерское мастерство, основы макияжа и гигиены модели, фитнес, аэробика. Буквально недавно открывался самый большой торговый центр в Беларуси, галерея Минск, в котором наши модели принимали участие как демонстраторы одежды и отличились своим профессионализмом. У финале показу у гостей шыкаутанцевальный номер от маленьких моделей. Затым усих с надыходящим Новым Годом повеншавали Дед Мороз и Снягурка. Выстава под назвой «Живые драконы» працуя у галереи Гаурила Вашчанки. Наведвальники могут убачить ящерок, чарапах, змей з розных континентов свету. У экспозиции 72 террариумы. Сирот самых популярных их насельников «Дённые ночные геконы». Так само добра привыкли до няволи и человека и облефары – ящерки невеликого по миру с толстым хвостом. Заправдные жамчужины коллекции дрессированная чарапаха «Труляля», «Хамелеон Петрович» и капский варан «Анубис». Те, аж кого не пужают павуки и прусаки, могут оглядеть особную экспозицию, присвеченную гэтым насекомым. Организаторы упевнивают, многие живёлы на выставе ручные, и до их можно одокрануться. Изюминка коллекции – это, конечно же, игуана лилит красная. Она у нас ручная, она давно живёт. Крупная осыпь в размере где-то полтора метра. А на руках у меня бородатый дракон или бородатый агама. Это рептилия, достаточно часто содержится в неволе, она не опасна совершенно. Она обитает в Австралии. Зовут ее Варька. Выглядели ранешний информационный выпуск телерадио-компании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам плённого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова